тут же течение сумасшедшие как тут водится карась голодная а ну-ка выпусти его быстро воду вкинь мы едем ловить рыбу воблу и выезжаем аж в 4 утра почему так рано вобла это полупроходной вид рыбы который большую часть жизни проводит в каспийском море и поднимается в дельту волги для того чтобы отметать икру сегодня середина апреля и процесс уже пошел и об этом знаем не только мы но и заядлые рыбаки из всей россии приезжие рыбаки занимают берег на несколько недель и живут в палатках а местные едут пораньше чтобы занять оставшиеся места вот и мы едем в камазиатский район на одну из речек дельты волги чтобы заранее занять место на рассвете и половить эту жирную и вкусную рыбку что поймаем рыбы валентина поймаем поймаем много-много когда идет в обла очень тяжело занять место хоть речек тут и много но мест свободных где нет камышей тяжело найти сейчас по закону можно ловить на пять крючков но все ловят на три крючка потому что этого хватает вот на одном спиннинге три крючка и даже при этом будет у нас я уверен за день пару раз что будет три рыбины вот увидите на каждый крючок наденем и по червячку если не наденем то все могут быть поклевки в облаке дается на этот красный кембрик друзья на сегодня первый заброс как вы думаете будет одного в облаке деда в облаке есть поклевка как вы думаете будет одного в облаке деда ну что подсекаем ухты две будет если не три они точно подлещик как это гостера гостера астраханский тарашка тарашка да будем брать на засолку это приятно когда приехал на воблу а кроме воблы клюет еще другая рыба ну клев отменный только закинул клюет народу тут много это все старханцы не приезжают вот справа от нас стоят ребята с тульской области тульские номера слева стоит лагерем с карачаева черпесии с кавказа приехали даже не плавка тут вторая удочка даже не нужна и больше крючков чем три тоже не нужно держи сразу клюет о это уже вобла все хорошее 17 сантиметров есть все же больше 17 сантиметров можно брать тогда я разложусь так что будет валина это сделаем себе . одену можно не аккуратно надевать можно несколько надевать тут клев будет по-любому вот часто карать гулять давайте подберите может карать схватит украся тоже идет против течения хочет нереститься ну-ка я еще не успел положить а у меня уже немножко спиннинг и дрожит о-о-о пошло клевать а вот а зайчики не попадали в это время пока рыбачки хорошо пьет да конечно подсекает подсекает сейчас покажу надо уже ждите но сейчас еще разочек и буду подсекать только на силу так не я люблю так подсекать чтобы голову оторвать я люблю головы есть ничего нету а будет это такая пищевая волна раньше на страх они ловили вот такую вот по локоть сейчас нету и мы наверное вряд ли есть поймаем сегодня такую но это больше 17 сантиметров можно ее брать пока что у нас только под лящики только в облах может попасться редко и окушок и карасик и щука и судак и даже карт ну или сазан что-то есть хорошее такое и давали у тебя такая удочка чувствительная ухты 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 а ты чё пучок надеваешь я пучок всегда я хочу большого спайна но только заклюнула уже к ваклевке пошли такие хорошие ваклевки оп так мы же в углу хотели ловить все тарашки и тарашки то есть да если двор и об 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok самец опять да вот самцы мельче намного мельче фазан да такой куку это петух фазана самец именно так делает весной у вас получается много камушей из-за этого много фазанов в советском союзе называли астрахань камышовым городом и тут как камышовый рай камышовый рай назвали да и тут при хрущеве был построен завод который вот именно из этих камышей делали бумагу такую фасовочную коричневого цвета и картон часто же развалился там небольшой фабрика тару по окошке есть но у вас камыш я скажу что напротив нашего белорусского это просто не камыш это тростник я так я таких камышей никогда не видел у нас тростниковые удочки такого размера вот представьте вот палец это это еще небольшой размер на с удочки какие были клюет вот близко закинешь и все и пошла мелочь жену слушать надо девочка поклевка интересно ну фазанов вас очень много кукарекают и кукарекают наконец-то пошли большие клевать у вас ловить надо уметь красавцы да и все хорошие но и все пищевые все пищевые все пищевые все такие кряные молодец все кушать все в лес все в лес венки и кушать что-то большое а когда начинаешь тянуть понимаешь что это маленькая да но такая большая да покажи наверно 2 ну честно хорошие я уже я наверное вот эту пустую удочку уже поймал мою да тащу две удочки а ты заходи сходи вот смотри вот она прошла они тянут в разные стороны отлично я тоже на пустые крючки до закидывает пока кушаем закину вот на такие крючки чтобы не отвлекал нас от еды представляю вашему вниманию галя очень суеверный человек но мы ее заставили взять с собой котлеты судака клюет клюет значит не действует это с вами не действует эти фазаны во время кукареканье они еще делают а крыльями давай 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 смотри 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 там же голые крючки были да что то есть но причем наверно 2 на голые крючки полностью что-то будет там а ух ты что это плещ идет плещ вот так вот на голый крючок офигеть зима упустил я особо и не хотел его брать отвлекал меня отсюда к он судака спасал я ему дал а по зеленке Олег, я вот видел вот те дальние, они лопят на 5 крючков, а ты только на 2. В цепи еще крючка. Я видел даже 4-5 рыб ловят за раз, а ты только по 2. Я заметил вот астраханцы больше всего берегут рыбу. Ну да, чтобы хотя бы нашим детям, рукам досталось, увидеть. Из-за того, что Астрахань в степи находится, тут очень частые ветры. Нам просто вот сегодня просто повезло. Это такое бывает раз в месяц, чтобы был такой штиль. Обычно тут ветрюган. О, покажи. Точно. Точно, настоящая платва. Платва и вобла, это как две родные сестры. Они, что одна, что вторая, относятся к семейству карповых. Ну вот, смотрите. Вобла, она более зеркальная, стеклянная. У воблы серые глазки такие более, серые плавнички, а у этой розоватые такие. То есть, ну, видно, что две разные рыбы, но как будто одинаковые, да? А эта живет... И эта толстенькая такая. Эта живет чисто в Каспийском море и сюда приходит. Она любит солидоватую воду. А эта живет уже на Волге. Давид, 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 лещ. Давид, лещ? Да. Ты отличаешь леща от другой рыбы? Конечно. Ну, то, что-то тяжелое. Тяжелое, реально. Только ты сейчас, если будешь вытягивать пальцами, его доставай. Или две рыбы, или лещ. Ну, сейчас посмотрю, скажу, да. Ну, чувствуется, что или лещ, или две рыбы. Как ты так отличаешь? Ну, она же и удочка играет по-другому. Лещ, лещ. Вот, ну, я же сказала. Пальцами. Да, пальцами хватает. Потяни еще его. Потяни его еще. Потяни его еще. Да, и все. Сорвется так сорвется. Нет. Да. Уница. Молодец. Кстати, смотрите, друзья. У облы, так отличить мальчика от девочки, и у леща тоже самое. Если он в пупырышках, вот видите, вот эти вот пупырышки, это сейчас он перед нерестом, чтобы икру метать. Он как самец покрывается вот такими пупырышками. Потому что, когда мысто было, он такого не было, помнишь? Да. Сейчас весна, и вот, смотрите. Сейчас, ну, сейчас покажу вам молочай. О, молоку. Видите? Молоко. Течет, да. Вот. То есть, он такой весь. Самка, она такая гладкая такая. А он колючка. А самец он весь. Посмотрите, какие огромные крючки. Такими крючками у нас карпов ловят. А здесь подлещиков, лещей и воплу. Одна ушла. О, у меня тоже зуба сила. А может, я тебя нет? Нет, нет, нет. О, у меня что? О, большая. О, хорошая бабла. Угу. Угу. Что-то Валя крупная клюнула. Тяжело Валя? У нас пацака нет, мы не брали. У тебя что-то килошка, наверное, да? О, два. И таких хороших. Когда такая рыба тянет в разные стороны, мне кажется, что это огромное. Вот таких вот размеров бывает. А, то есть есть подлещик, есть лещ, а есть густера, есть... но она очень крупная, и у нас в Астрахани ее называют бара. Ага. Да. Очень жирная, очень вкусная. У тебя там кто-то удочку хочет украсть. У тебя там кто-то удочку хочет украсть. Вот тоже он потихоньку поплевал, поплевал. Тоже какой этот, видишь? Тоже самец. Ага. Вот он какой весь рыбой прямо. Сто процентный мальчик. Ну да, вот он пустой. А, даже худенький, да. Да, он худенький. У самец. Больше всего эти видны на голове вот здесь вот. Как дракончик. Ух ты. Я закинул прямо полметра от камыша. И посмотри, где вы в карасике. А ты, Валя, говорила, что в камышах маленькая рыба клюет. Грамм 300 такой карасик. Молодец. Сейчас я еще раз попробую это сбросить. Давай. Хорошая караси. Волга, где большое течение и караси. Так, не шершавый, значит самка. Да, икра. Икра. Пошла от невесты. Выпускаются только мальчики в основном. А ты далеко закидывала? Ну, как обычно. Ну, я знаешь, как делаю. Я закинула, сделала подпуск, защёлкнула и всё. И больше не подтягиваю ничего. То есть она вот по течению спустила, встала. А у меня вот здесь далеко не встал. И второй караси уже подряд так вонится. Да? Да. Ага. Тарашка. 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 Я скоро так, когда поеду на Припять, буду тоже говорить. Тарашка. Олег, смотри, как он лодку загрузил. Наверное, переселяется куда-то. Ха-ха-ха. Всё с дома сложил. Ну, Юрик, на рыбалке она начинается. У тебя хорошая. О, моя ёлка. Смотри, как закрутилась-то. Все здесь. Дима моя тоже подсекает. Хорошо. Тоже клеё, да? Это, это, это. Тарашка тоже. Ну, такая барашка вот. Ну, такая барашка вот. Ну, как я? Лево руки. Ха-ха-ха. Что, есть? Ну, вот уже такой густера побольше. Как у вас эта густера называется? Бара. Бара. Большая, да? Да. А там, на Припяти, куда мы ездим на рыбалку, на горыне, на Припяти, это называют круглик. Угу. Круглик. А на самом деле густера. Да. Посмотрите, уже камыш новый, уже выше колена. Вот. И толще, чем даже большой палец у меня на руке. Вот, какой он толстый. Вот. Вот для интереса. Это камыш астраханский. А у нас вот такой вот. Вот другого, у нас такого нет. У нас вот такой вот он. Тоненький. Тут, видимо, их все же два вида бывает. И он вырастает намного выше, чем человек. Может и три метра, если не больше, да? 5-6 метров. Больше, вот видишь, какой он высок. Становись. Ну, так это уже старый. Ну, да. Тут хорошая кормовая база для рыбы. А у нас такой посадишь, амуры сразу съедят и ничего нету. Как карась, по-моему. Ага, так водит, да? Как карась идет, ага. О! Не хочу. Идем. О! Димка! 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 Такого ты еще не видел! Димка! А что там? Лещ! Килограммовый? Да! Красавчик! И что, опять Галя поймала? Да! Галя самый везучий рыбак! Да! Я по лещам. Мастер! Я мальчика поймал! Ты что, уже нажимал, что там мальчик? Не, я пупырышки вижу на голове. А-а-а! Кстати, друзья, вот мы сегодня показывали вам на вобле, показывали на леще. Если такие пупырышки, то это мальчики. А вот карась, на карасе почему-то не было видно. Может карась еще? Ему до нереста может далеко. То есть, видите, вот опять точечки. Ну-ка, пацан. О, пацан. Ехали на воблу, наловили лещей с карасями. Приятно, вот когда закинешь и не знаешь, что вытянешь. Вот от этого, от этого удовольствия получаешь. Вот я его тяду и думаю, так, две воблы или лещь? Две воблы или лещь? Две воблы или лещь? Как карась, да? Повыше, 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 повыше. Хорошая поклевка была, кстати, красивая. Выше, выше, смотри, не заводи, о! Блин, она так оленьенькая уточка. А, так это только что закинула мою? Ага. Нет. А, да, 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 да. Ребята уезжают, фотографируются по очереди со своим уловом. О, это ночью клюнул, да, у вас сомик? Ну, вот вечером солнце село. Ага. По-моему. Он маленький, обычно таких малышей мы не берем, но... Ну, хоть один, да. Ну, второй был поменьше, я его выпущу вот сейчас вот. Ага. А клюнул даже непонятно как и что. На червяка клюнул, да? Да, на червяка, именно вот здесь. И вот так вот под углом бросал. И на второй день тоже самое клюнул. А, тот же самый? Не, имею в то же время. А, тоже на этом же месте клюнул. Там нигде не брал, а вот и взял. Вот такие вот наказки и сомики клюют. Вот, ребята тоже лещей наловили. А лещи вот на этом месте? Здесь. Тоже берут, да? Там не хера, там я два только поймал и все. А у ребят здесь стояли, таскали один за другим. Ага. А меня вот этот... Как ее? Это вобла одна за другую, но мелкая вся. Моешь, выбрасываешь. Моешь, выбрасываешь. Ну да, и караси такие хорошие караси. Большая караси плохая. Карасей много пожарили еще пока. Хорошие караси. Да. Галя, самый везучий рыбак. Это лещ с воблой сразу, да? Вот это лещи дло. Тоже килограммовый. Наверное. Олег на эту удочку тараскивает. А Галя взяла Олегу удочку. А, ты на этом месте прижишься? Да. Олег говорит, у меня мелкие-мелкие клюют. Потяни его. Вот как вот, да? Она везучая. Когда здесь поймаешь карася, это такое чувство, когда у нас сравнимое в лесу. Знаете, когда я пошел за лисичками, собираешь лисички, лисички. Тут боровик. Боровик. Так и тут. А если плавили карасей, ого, поймали одну. Поэтому радуешься, что реже клюет. Такие вот хорошие лапти. Желтенькие, да? Астраханцы называют карасей буфало. Килограммовое. Ну как, ну ладно, 300-граммовое, но большое. Большое на 2. На 2. На 2. На 2. а как они клевали они в разные стороны тянулись поэтому поэтому вот смотри валентина смотри какой у него ботинок я ушел но она какая-то не тогда нас во первых она самая крупная за сегодня но а во-вторых почему-то она шершавая как будто это самец что это такое что это значит мне так это самец почему-то почему нет ну что это вот смотрите вот шершавая шершавая ну посмотри какая толстая икра разбилась теория разбилась большая и креста я только что поднялась каспийского моря позвала тебя да я никогда ее не ел мы сегодня пожарим ее до вы сказали не сильно будешь принимать очень хорошая рыба все у нас ноги промокли поехали домой в любом случае по норме это можно по 10 килограмм на человека 40 килограмм на можно было у нас 20 литровое ведро здесь на накопчение пару штук взяли погнали хватит на сегодня молодцы алио валентина любит похвалиться да кто молодец димка мало от нет галя галя самый молодец больше всех наловила туда галя будет и готовить туда ученые бьют тревогу что популяция в область сокращается власти вводят все новые и новые запреты и ограничения как для рыбаков любителей так и для промысловиков меньше в область становится не только из-за браконьерства но и из-за обмеления каспий сто лет назад уровень воды был на два метра выше на сегодняшний момент вода падает на 10 сантиметров в год я считаю правильным что вводятся законы по ограничению вылова но наверное трудно проконтролировать инспекторам такую огромную территорию на выполнение таких законов нужно параллельно с законами чтоб поменялось сознание людей и не с меньшим потребительством относились сегодня мы поймали такого замечательного леща сейчас мы будем его запекать не подготовим галина сейчас запекет не так не нет я не запеку мы пока подготовим для запекания леща как я делаю по-своему по словам но будет запекаться не просто он будет с чешуей скидал со всеми делами обязательно знаете вот как как в астрахани умеют запекать как другие я делаю так я обожаю сушеную рыбу с кишками копченую то есть я не пробовал печеную я не резку я думаю получится на двор на дно противень насыпаем соли вот так берем со всех сторон его хорошенько чтобы он у нас это так у вас люди даже не мучаются готовить да вот именно я же про я а зачем мучиться почистить кишки замочить я вас умоляю я уверен еще будет вкуснее чем тот который мучился ну вот попробуем завтра конечно и все и вот он пускай до завтра до вечера у нас постоит сейчас все это мы убираем холодильник а завтра будем запекать на сутки да ну да ну можно меньше но я лучше на сутки потому что рыбка сутки постояла в холодильнике в соли и что теперь с ней делаем сейчас промываем ее от соли сейчас промываем ее от соли теперь наливаем масло на противень наливаем масло сейчас отправляем в духовку смысле а лимончиком не надо никаким лимончиком каким лимончиком все все да все все я не знаю что получится даже не подозреваю но это самый самый легкий рецепт что может быть в мире ну все как не у людей или это это или у нас как не у людей то что мы сейчас будем есть жареную рыбку да но я не знаю как это у людей но меня вот так как учили так я и делаю ну так легче конечно так я не знаю а теперь мы корбуем опять как будет все по-разному кто-то мелко кто-то крупный я люблю когда помельче потому что к тогда ешь и кости уже практически общение то есть это называется корбовка да да корбование тем меньше чтобы чтобы просто есть это даже не почувствуешь не одну косточку мы если честно для этого и не ехали в астрахань наловить рыбы наестся рыбы еще и набраться опыта это супер так все прошло на 40 минут достаем нашу рыбку она у нас какая получилась сейчас она остынет потом будем кушать на ужин салатиком сделаем пока она остывает мы будем жарить ловлюшку так вот мы всю рыбку покрабовали промыли все сейчас будем жарить давай ну солим а ты солишь так поштучно да конечно конечно каждый уж солим готовим как готовили мои еще бабушки дедушки а я в миске посолю а потом муку только тут надо поштучно а я так делаю ну как посолим димка скажет все честно жарю переворачиваем нашу рыбку вот она у нас такая красивая ну все наша рыбка готова ну все наша рыбка готова ну вот девочка пробуй нашу рыбку астраханскую до местную местную настоящую в облах и тарашку смотрите вроде в россии я нахожусь в россии чувствую себя как дома но все удивительно потому что я сейчас сижу за столом 15 апреля я обожжен загоревший буду первый раз в жизни есть в облу первый раз жизни ем и тут тополевки запеченную вещах и первый раз жизни ем вещах ну давайте так мы начинаем есть в облу и краем для главы до глаза смотрим как вы кушаете леща просто лишь не знаю как у кушаешь кожурой с кишками а там все сварено ну смысл там все изготовлено ну так чешуешь нельзя если все изготовлено а ты как вела эту ну копченого судака как вен ну да отделял то же самое берешь ломаешь и кушаешь все что он легко отделяется да не надо вот так чистить покажи кто махалку по астрахански это называется махалка не хвост а махалка кто любит махалку самую кослявую я люблю все 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 ой спасибо у меня чисто попробовать она очень сочная и не соленая свежая не соленая получаем уже в меру посольная на ну не пересольные нет нет получается подождите а как она может такой вкусный потому что это волжская рыба я что говорю самая вкусная рыба это волжская гастрономическая да мы сейчас рекламируем свою город астраханина 99 процентов людей все равно подумают каждый хвалит свою волну да да а не знаю ну а как же ну я не понимаю парадокс она же без перца да ты еще в область не пробовал она она же без ремончика она сама по себе вкусная поэтому никаких лимон ты и так можешь поесть просто соль как ваши рыжики то есть вы так и наша рыба то есть я в беларуси если так приготовим и будет невкусная а вот а вот если пригласите мы оценим приглашать напрашивается а мы такие бобба класс класс все до свидания всем пока пока